Сегодня третья серия нашего сериала. Будем пробовать гороховый суп от Буздягского консервного завода. Борщ и рассольник я попробовал в прошлых выпусках. Ссылочки на эти выпуски будут в описании. Почитаем этигетку. Консервы, первое обеденное мясо, содержащее блюдо, гороховый и стерилизованный. Состав горох, морковь, лук репчатый, жир говяжий, соль, петрушка, лавровый лист, перец красный. Может содержать следы глютена. Все. Берем 700 мл горячего бульона, отправляем в баночку и проварим 5 минут. Пока бульон греется, откроем. Приятный запах гороха, тушеной морковки. Больше похож на гороховый суп, чем рассольник на рассольник. Производитель пишет, что только натуральные продукты, без консервантов. Бульон вскипел, отправляем баночку в бульон. Горох такой промежуточный, по плотности между борщом и рассольником. Борщом более жиденький, вот именно в банке. Рассольник плотный, прям кусками такой, прям плотный-плотный. А этот вот между такой, посерединке. Доводим до кипения и варим 5 минут. 5 минут прошло, суп сварился. Цвет хороший, приятный. Похож на гороховый суп. Количество бульона, которое рекомендует добавлять производитель, я считаю оптимальными. Суп и не густой, и не жидкий. Горох присутствует, морковь видим, петрушка. Это мясосодержащий продукт. То есть здесь жир говяжий. Здесь нет таких, прям настоящих, хороших кусков мяса. Запах. Пахнет гороховым супом. Запах очень бледный, спокойный. Неяркий. Но, по крайней мере, я бы уже угадал, что этот суп гороховый. Оценим вкус. Горох мягкий. Морковь, ну, что надо здесь, конечно, приготовиться. Морковь очень небольшая. Не хватает, наверное, знаете, как немножко, на некоторых, копчености. А так вполне неплохо. В норме соль. Я бы немножко добавил перцем. Плавает такой жирок. Горох, кстати, мягкий, но не развалился в кашу. Знаете, бывает, когда варишь гороховый суп, весь горох разваривается, осведает на дно, и его не видно. Получается не гороховый суп, ну, гороховый суп. Ну, такой суп-пюре. Жидкий-жидкий. А здесь горох еще сохраняет свою форму. Хотя он и готов. Приятный супчик, приятный. Этому супу я бы поставил 5 баллов из 5. Он мне больше всего понравился из трех супов, которые я попробовал. В итоге я бы порекомендовал вам покупать эти супы, если вам нужно сэкономить время. Только борщ или рассольник я бы использовал как заготовки. А вот гороховый можно есть именно его из банки. Здесь получается две порции. Примерно стоимость всех баночек в районе 150 рублей. На этом все. Подписывайтесь, комментируйте, поддержите канал. Мне будет приятно. Все ссылочки в описании. Жду вас в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok